В эфире программа подробностей в студии Алена Куколева. Мы приветствуем всех тех, кто присоединился к нам в эти минуты. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества. И 27 лет назад в этот день закончилось самое затяжное участие советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Сегодня у нас в гостях участник тех событий – председатель Рязанского отделения боевое братство Александр Николаевич Костров. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Афганистан и с чего начиналась ваша служба? Ну, мне, Алена, вообще интересная такая история, она получилась шутливая. Меня призывали в ряды советской армии 1 апреля. Когда пришла повестка, я думал, что это шутка. Но вот шутка закончилась тем, что я попал исполнять воинский долг в республике Афганистан. То есть все началось очень просто. Военкомат, призывной пункт. Я учился в набережной Челнах в Татарстане. И из Казани нас с учебного центра направили на юг. На юг направили. Такая, знаете, традиция была раньше. Если выдают кожные ремни, то, значит, могут за границу отправить новобранцев. А если кожзам, то, значит, где-то в Советском Союзе. Вот нам выдали кожзам, и мы поэтому поехали. Ну, не поэтому, а поехали в Туркестан. Туркестанский военный округ. И там прошли два месяца курс молодого бойца. Немножко, несколько раз выстрелили из автомата. Два раза, три раза бросили гранату. И да, здравствует Афганистан. Вот таким образом я оказался в Афганистане. Вот. И служба проходила достаточно сложно. В какой-то степени весело, наверное. Вот. Потому что без юмора трудно жить. Вот. С песней. Вот мы фестиваль проводим. Вот песня «Жить помогает». Я вам скажу, что вот на фронте, в боевых действиях, песня помогает действительно жить и выживать. А что было самым сложным в тех условиях, в которых вы попали? Самое сложное? Ну, наверное, было самое сложное не отстать от других. Особенно вот отстать от тех ребят, которые идут в горы, поднимаются, да, цепочка там, взвод. И ты идешь, тебе тяжело, ты уже выбиваешься из сил, можно так сказать, умираешь от бессилия. Но смотришь на впереди идущего и думаешь, ну, он же идет, а ты почему? Неужели ты так не можешь? И вперед, 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 и все нормально. И вот когда ты вместе со всеми наравне, ты испытываешь такое чувство, что ты такой же, как и они. Нисколько не уступил ни в чем. Вот, наверное, преодолеть себя было самое трудное. Как вы обычно проводите этот день, День памяти воинов-интернационалистов? Ну, у нас на Рязанской земле у нас давние традиции. Наша организация вообще существует 1991 года. Поэтому, вот, представляете, 1991 год, вот вам сколько, я не буду, женщины не спрашивают про возраст, но, в общем, очень-очень давно, да. И за это время сложились уже традиции. Мы собираемся на святом для нас месте, это площадь имени Василия Филипповича Маргелова, где был построен памятник организации «Союз локальных войн», который завалял Альберт Дакимти-Слюсарь. Дай бог ему здоровья и счастья. Под его управлением непосредственно был построен вот этот мемориал на площади Маргелова. Кроме этого, мы возлагаем на Аллее Славы, на Сысоевском кладбище. Там на том кладбище у нас похоронено 50 человек, ну, где-то поровну и Афганистан, и Чечня. Вот там мы сделали вот такой небольшой мемориал. Вот оттуда мы начинаем с 9 часов возложения. И вот сегодня, кроме этого, мы в 2009 году взяли на себя обязательство установить мемориальные доски всем воинам-резанцам, погибшим. Вот тогда было, когда 20 лет вывода войске отмечался, да, вот мы на себя взяли обязательство только афганцам, а потом, когда поняли, что мы не можем отличать тех ребят, которые погибли на Кавказе, еще где-то. То есть сейчас мы всем открываем ребятам, погибшим с оружием в руках и защищавшим Родину. Вот. И вот сегодня состоялось открытие доски на фасаде здания 37-й школы. Андрей Беззубцев был сегодня увековечен навсегда вот на фасаде школы номер 37. Расскажите о нем поподробнее. Ух, это был такой замечательный парень. Он был, служил в Копчегайской бригаде спецназа, был главным батальоном-разведчиком. Ну, вот видите, как вот судьба. Служил, вот последнее его местную службу перед гибелью было на блокпосту. Вот. И случился минометный обстрел со стороны душманов. И, к сожалению, он был тяжело ранен и впоследствии как бы скончался. Очень жалко. Парень красавец. Вот. Если посмотреть фотографию. Мама его выступала. Живая мама. Дай бог ей здоровья всего Валентина Дмитриевна. Вот. Ну, я не знаю. Смерть как-то выбирает. Она, как говорят, самых лучших. Вот. Не знаю, можно с этим согласиться или поспорить. Но, во всяком случае, очень жаль, что наши ребята погибли и не вернулись с жаркого Афганистана. Александр Николаевич, прошло уже много лет, но до сих пор многие неоднозначно относятся к решению по вводу войск в Афганистан. А вот вы что думаете по этому поводу? Знаете, Лена, вот ситуация какая. Вот раньше, это где-то 95-е годы, как-то мы смотрели телевидение, да и сами слышали, что многие говорили, это какая-то непонятная война. Вас туда не посылали. Зачем вы там были? Вот просто представьте себе семью погибшего, да? Маму или вдову, которые говорят, что война неправильная, что мы вас туда не посылали, еще что-то. Но это просто так нельзя говорить. Наша советская армия выполнила свой долг по оказанию интернациональной помощи в республике Афганистан. И сегодня мы понимаем, она сдерживала агрессию НАТО в отношении сегодняшней России. То есть мы не допустили ее на самые южные рубежи нашей Родины. Если бы в Афганистане тогда уже были бы, не знаю, американцы, да, то вот террористы, вот эта террористическая угроза, она у нас была уже в Средней Азии. То есть мы бы сейчас закрывали свои границы еще плотнее. Вот, я считаю, что вот войск... Мы всегда, мы же с 30-х годов, в 17-м году заключили договор с, ну, как правильно называется, с правителем Афганистана. Мы тогда оказывали помощь. Даже в те трудные времена, когда была советская власть молодая, мы тогда оказывали помощь и продовольственную, и вооруженную помощь оказывали. То есть у нас давние традиции. Мне кажется, прав наш президент Владимир Владимирович Путин, когда говорит, что у нас на генном уровне сидит в нас, живет нас чувство интернационализма. То есть мы всегда готовы помочь, оказать помощь. То есть, да, в бою мы никому не уступим, мы порвем любого. Но вот когда мы уже победили, вот тут у нас проявляется чувство гуманизма какой-то там, поделиться там едой какой-то с этим же пленным, вот, с которым ты только что вот был. Или он тебя, или ты его. Вы являетесь председателем организации «Боевое братство». Расскажите об организации подробнее. Ну, я возглавляю две организации. Одну организацию инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, инвалиды войны, которая берет свой отчет 1991 года. А отделение «Боевое братство» у нас создалось в 2002 году. И, конечно, с работой отделения «Боевое братство», конечно, у нас расширились наши мероприятия. Мы проводим фестивали военной турецкой песни, мы проводим военно-спортивную игру, мы проводим турнир по самбо. Мы увековечиваем вообще несколько направлений, на которые делится наша работа. Это первое и самое главное – это увековечивание памяти павших наших воинов, да, и участие в торжественных мероприятиях. Что мы таким образом говорим? Мы говорим, что мы есть, что вот такие события, как вот оказание помощи в Афганской войне, на участие в боевых действиях на Кавказе, защиту конституционной целостности Российской Федерации на Кавказе. Вот это вот, мы это делаем. Мы увековечиваем память, мы не даем забыть. Вот. Второе направление – это вот фестиваль, это военно-спортивная игра, это турнир по самбо, это различные мероприятия, которые посвящены памяти о наших войнах. Мы посвящаем им вот все. И третье направление – это социокультурная деятельность. Мы проводим спортикиаду среди ветеранов и инвалидов боевых действий. Мы проводим турниры по нардам. Некоторые называют это азартной игрой. Нет, это азартная игра, но она все в пределах правил. Турнир, знаете, как проходит эмоционально, просто супер. Вот. По шахматам турнир проводим. Ну, вот там, где мы можем провести, вот мы проводим. То есть мы считаем, что надо вовлекать ветерана боевых действий в здоровый, ну, как здоровый образ жизни, да, спортикиада, шахматы, нарды. Мы считаем, что это, да, это вот тот момент, который не дает ему где-то забыться. Общаясь друг с другом, они как бы живут, ну, лучше я бы так сказал. Вот сегодня что бы вам хотелось пожелать участникам событий тех лет? Ну, я бы хотел пожелать, естественно, оптимизма. Это в первую очередь, потому что мы вступили в достаточно тяжелую полосу наше государство, да. Вот видите, какие нападки со стороны наших недругов идут. Поэтому я считаю, что ветераны боевых действий являются оплотом государства. Это люди, которые с оружием в руках защитили нашу Родину. И они готовы всегда встать на защиту. Поэтому я желаю им здоровья, оптимизма, и чтобы у них все было всегда хорошо. Спасибо вам большое. Мы желаем вам тоже здоровья и оптимизма. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был председатель Рязанского областного отделения боевое братство Александр Николаевич Костров. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.